Любите ли вы театр так, как люблю его я? Всеми силами души вашей, которому способна только пылкая молодость, жадная до ощущения всего изящного. «Я помечена театром с рождения», – говорит про себя Ольга Кобецкая. Режиссер, сценарист, актриса, идейный вдохновитель и создатель театра «Крылья», директор театрального центра «Жаворонки». Одаренная, творческая, активная и невероятно талантливая. Сегодня, в день своего рождения, впрочем, как и всегда, она на сцене. Сегодня мы отмечаем день театра, мой день рождения, день работника культуры и возникновение молодежного музыкально-драматического театра «Крылья», который возник не только благодаря нашим усилиям, но и усилиям нашей администрации Одинцовского городского округа. Так, из небольшого студенческого кружка театр из статуса народного вырос и стал профессиональным молодежным музыкально-драматическим театром «Крылья». Все эти годы артисты вдохновляют и окрыляют своих зрителей. Это было словно предначертано ему судьбой. Практически там 17,5 лет назад мы приехали на первые гастроли, это громко сказано, в Захарово, совершенно в холодный зал. Это была зима, потому что мы играли «Снежную королеву» перед Новым годом. В общем, колотун был жуткий, какие-то там пушки были поставлены, обогревался зал, значит, когда дышали, пар шел. И в этот момент по залу полетела бабочка. Откуда она взялась? Ну, холодно, невозможно. Вот, она полетела и села на рукав моего пиджака. И вот сегодня на сцене вновь красочное представление. А в честь юбилея Ольга Николаевна подготовила для гостей подарок – фотовыставку в холле об этапах своей жизни. Ведь сегодня здесь самые близкие и родные. В зале в этот день собирается особенная публика. Это мои родные и близкие, это мои друзья, это люди, которые меня любят и уважают, это люди, с которыми коллеги мои, с которыми я много лет работаю. Это мои первые студийцы, которые, как правило, приходят, да, вот неожиданно совершенно для меня. И это лучший подарок, говорит именинница. Представлять свое творчество, выступать на сцене, слышать аплодисменты, чувствовать искреннее признание зрителей. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».